По сути, ни одна организация не дает. Мы заинтересованы этот бой. И то, что мы договорились на счет весовой категории, это уже как бы хорошее начало. Почему бы не организовать этот бой, если не в начале мая, то хотя бы в середине, либо в конце? Согласен. То есть, если больше, чем другая организация дадите, все, батаро, поехали. Но мы же даем тебе больше. Мы же даем больше, чем другие организации. Так же Марифу, так же люби. Я просто, у меня жаль, Марифу спокойнее. Раньше чуть-чуть, да, сейчас спокойнее. Пес, а ты не хочешь так подраться? Я не буду с ними. Кто из нас выигрывает, тот всю сумму забирает. Ты так не хочешь? Ого-го-го. А? У нас такая смешка пошла. А? Это жестко. Это очень огромная будет совокупность. Это, то есть, в данном случае, это, знаешь, кто максимально уверен в своей победе? Да, да, да. Уверен. Это жестко. Просто мне Перса жалко, он деньги зарабатывает. Приехал, нужно ему свою допускать. Ребята, короче, если что, я скоро выиграю. У меня слова один. Вот смотри, Перс, вот давайте будем спойлерить. Не потери, Перс, не потери. Мы договорились, зрители, завтра будет выпуск, но там все увидите. Короче, мы договорились, что Мариф и Перс будут драться, что Мариф будет весить 75 кг 6 часов до боя. Вот, в таких условиях мы договорились. В этой категории, Мариф, ты уверен, что ты выиграешь Перса? Конечно, если бы я не уверен был, я бы с ним не разговаривал. Ты знаешь, Николе тоже так же сказал, я сказал, как выиграю. Он сказал мне, второй раз я тебя нокаутирую. И потом я его просто, я его три раза вот не мог... Перс, Перс, на счет Николе надо, я думаю, мало кто сомневался, да, в твоей победе. Но... Сейчас, смотри, опять мы скажем, да, конечно, я... Все, базар, это видео, посмотрим, как выиграешь. Я все показал, два раз, три раз, как мужчина. Еще раз я буду показать, когда ты готов. Уже разговаривал, нет вообще. Короче, надеюсь, мы договорились по поводу даты мы с Марифом. Мариф, как знаю, в любое время готов через месяц. Максимум, да, нужен месяц, чтобы дать время весы гонки и подготовиться. Также, насчет даты с Персом, мы поговорим, поговорим его старшим братом. Я думаю, надеюсь, что Али согласится, чтобы Перс подрался в мае, в начале мая, либо в конце. Али договорюсь, скажу я его аккуратно за душу, чтобы он не переживал за брата. Еще, еще такой момент, смотри. Давай я скажу тебе. Перс, у меня вопрос. И ни одного прохода ноги... Я это тебе скажу, не забывай. Одного прохода ноги, если ты делай, я тебе бонус дам, бонус. Сколько дашь, прямо сейчас скажи. Сколько дашь? Сколько дашь? Смотри, когда я буду... Бонусы разные бывают, брат. Брат, двадцать тысячи. Двадцать тысячи. Я играю в шахматы. Когда ты со мной будешь драться, потом... Почему я с ним драться? Перс, подожди, у меня такой вопрос. Перс, ты хочешь, чтобы этот бой попал в твой шердок или нет? Да, кстати. Шердок этого, да, Перс? Мне шердок надо. А, Марий, тебе нужен шердок? Мне шердок надо, я хочу шердок. Шердок нужен? Да, мне не нужен, мне без разницы. Ради шердока... Я, чтобы ему шердок снести. Мне нужен, я шердок хочу. Я понял, я понял. Ну, тогда будем шердок. Ну, пусть будет шердок. Пусть это будет профессионально, будем шердок, чтобы он бывал. Я это хочу. Я думаю, эти ребята сотворят историю, да, и наберут немаленькие просмотры, я думаю... Асхаб, а ты не обидишься его быстро, за минуту, если я с ним что-нибудь сделаю? Столько все ждали. Никулина тоже, второй ран, накоутирован. Никулина, это у вас своя история. А, да? Короче... Мальчик готов, через месяц, на шок хайбати, я поговорю с Алей и решим. Но самый главный вопрос мы решили, в какой весовой категории будут драться. И дали по рукам, что будете драться. Единственное тот момент, что зрители, видя всю эту картину, все эти разговоры, к этому несерьезно относятся. Они говорят, что это все, знаете, пацаны, что это несерьезно, и они не дерутся, просто хайпятся. И это уже давно, уже пару месяцев. Уже много, что было сказано. И поэтому мы должны прийти к выводу, что либо вы деретесь, либо нет. А нам, как свою очередь, как органозаторам, это очень интересно. И как зрителю мне это лично интересно. Вот, вот, а вы бегаете, пускайте, надо драться. Вот, Перс, как ты можешь сказать, что я бегу? Я тебе говорю, я готов, любой, давай вперед. Ты говоришь, вес кинь, это сделай, то сделай, и бегаешь. Я же тебе говорю, давай вперед. Давай вперед, все, давайте вперед. Давайте вперед. В данный момент Марик уже точно готов через месяц. Если сейчас ждем только тебя, Хебати, если тоже готов, делаем. И еще? Я на Д поставил и газую вперед. Еще у меня вопрос есть? Какой? Задавай. У тебя есть мой номер? Нету. Удали. Асхаб сейчас не понял просто, похоже. Да, 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 да. Это моя шутка из пикапа. Он же к девочкам подходит, у тебя есть мой номер? Да я это знаю, я это знаю, я смотрю. Походу скинтовались. Да, у него самые популярные. Уронить цифры, пока я не передумал, да? Да, да. О, так что ждем тогда. Завтра, ребята, 17.00 по Москве, уходят в выпуск, все посмотрят, все увидят. И 22.00 встречаемся тут. 22.00. Чтобы все были на месте, да? Да. Опять все поддерживают Перс. Я все... Эй, а Перс, почему тебя поддерживают больше, чем Марифа? Вот это я не знаю, хочу уже. Потому что, потому что я не знаю слова, отвечаю, и я буду по бой делать. Потому что... Мне кажется, просто многие зауважали, мне кажется, многие зауважали то, что Перс в сопернике, когда бой был. Но из этого многие, я уверен, зауважали. То, что выбрал соперника вот этого казаха, который за поезд дрался. А, Касымбая, да? Да. Мариф, а как ты думаешь, Касымбай хороший соперник? Я думаю, да. Я, если честно, я вообще, вот я перед ним тоже говорю, а никогда не говорю. Я вот даже когда он с Никульным дрался, я лично считал, что Никуль не выиграет. Также с Касымбаем, я опять же говорю, мне показалось, что выиграл Касымбай, но я не судя, я не знаю. Да, я как зритель со стороны. Понял, понял. Я просто лично смотрел этот бой в реале, я вообще не разбираюсь. Я вообще ноль в спорте в плане того, как бы, судейское решение, да? Но мне показалось, что Касымбай единственный пер на него, и все удары как бы занимало себя. Когда Касымбай духом сломал Перса, да? То, что он на него шел, он убегал. Я просто был удивлен, что Касымбай не падает после таких ударов. Да, он очень смело дрался. Я был очень удивлен. Перс очень хорошие удары делал по голове, по ногам. То есть он очень хорошие удары держал. И в этом бою Перс меня очень сильно удивил, клянусь. Меня тоже, если честно, меня тоже удивил Перс. Скоро, скоро, скоро еще у вас подарок даю. Я выиграю в Марифе. Это я скажу. Я улыбаюсь и не скажу, я выиграю. Выиграю, выиграю. Ну, смотрите, знаете, если кто-то думает, что я за Марифа, либо за Перса, вы глубоко ошибаетесь. Просто посмотрев пресс-конференцию, где Чоршембе и Перс, многие писали, что я болею за Черша. Вы глубоко ошибаетесь. У нас с Персом намного лучшее отношение, чем с Чоршембе. Ни за него, ни за него я не болел. У меня чисто спортивный интерес, чтобы бойцы показали спортивный, красивый бой. И не более. Но, опять же, да, я к Марифу отношу. Видите, что он отличный пацан, также Перс. Эти ребята отличные пацаны. Мы хотим сделать для вас шоу, для вас красивый бой и не более. Уже слова не надо что сказать, да, уже надо переходить к делу. Да, уже надо делать, уже надо делать, потому что... Не делай, да, Мага, не делай. Я всегда делаю, но у тебя не надо еще. Ты надо настоящий спортсмен. Я тебе покажу историю. Короче, давайте завершим этот эфир. Я рад вас всех видеть. Ребята, кто не знает, это Альфредо. Мы совместно открываем организацию. И мы хотим, очень сильно хотим, чтобы этот бой был в нашей организации. И мы это сделаем. Просто ждем даты от Хайбати. И все. Мы уже готовы. Мы хоть сегодня готовы этот бой сделать. Если у вас есть его номер, удалите его все вместе. Али, старший брат, это обращение к тебе. Брат, жду даты, да, когда готов будет Хайбати. Мариф готов. По гонорарам мы это обсудим, договоримся. Я думаю, это не проблема. Так, все, все, ждем. Ждем бой. Да, давайте. Давайте, бассана. Сау-малейкум. Сау-малейкум. Короче, друзья, вот такая картина. Бой будет, так что ждите. Я понимаю, что эти лишние разговоры, разные разговоры вам надоели и вам хочется побыстрее увидеть бой. Все будет. Чуть-чуть терпения. И все будет. Просто не так легко, знаете, договориться. Договориться насчет высовой категории, насчет гонораров, насчет даты. Это про бойцы на высоком уровне, поэтому вот так приходится. Вот. Так что давайте старшего брата добавлю. Хайбати. Узнаем про дату, когда будет готов. Чего тут? Сау-малейкум. 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 Как дела? Все хорошо. Тут, тут, я тебе так скажу, я тебе так скажу, Али, этот прямой эфир я только что посмотрел, кто сидит у меня в прямом эфире. Тут сидят ребята, все в попу-малейкум. Тут сидит и регбист я вижу, регбист я видел только что. Кто еще? Не буду, короче, назвать имена, но очень популярные люди тут сидят в прямом эфире. И, знаешь, всем это интересно. Интересный этот бой. И нам, в первую очередь, скажи нам, когда мы увидим этот бой и когда готов Хайбати драться с Марифом. Смотри, мне насчет даты боя. Сейчас до этого какой-то бой у нас намечается в мае. Но вот сейчас надо посмотреть. Сейчас несколько дней нужно время. Там соперник что-то, по-моему, не хочет. Но сейчас тяжело с этим. Надо несколько дней времени, чтобы определиться. Может, вполне. Сегодня я с Мухаммадом разговариваю, говорю, а если тот соперник откажется, что делать? Кто соперник? Не скажу сейчас, кто он, но... А где вы беретесь? Ну, потом тебе скажу личность. А, хорошо, хорошо, брат. Да. И... Ну, потом он говорил, ну тогда давай сразу с Марифом, что тянут. Я говорю, окей, давай сейчас посмотрим это, потому что там... Олей, слушай, ты прекрасно понимаешь, видя всю эту картину, что зрители ждут от тобой и разные разговоры им надоело. Ты это прекрасно понимаешь, да? Мне тоже надоело. Да, и люди, некоторые даже начали сомневаться в этой правде или нет, потому что в прямом эфире Мариф разговаривают как друзья, а потом, когда встречаются, ведут себя как настоящие враги. Поэтому... Знаешь почему? Мариф, когда Мариф присутствует, я смотрю, он как друг разговаривает. А как за спиной во всех своих интервью очень неприятно газует на Мухаммада. Я это не понимаю. К чему это? Этот момент, брат, я, честно сказать, не знаю. Я надеюсь, что Мухаммад займется этим перевоспитанием. Брат, мы очень ждем даты. Постарайся быстро это сделать. Не только я, но и все зрители, миллионы зрителей ждут это. Мариф готов через месяц, через месяц-полтора. Так что я жду даты от тебя, я понимаю, там проблемы есть, моменты есть. Так что жду, жду, брат. Да, ну это сделаем. Надо немножко, несколько дней времени и... Хорошо. Подумай, брат, дай нам точно ответ. Хорошо? Хорошо. Обязательно. Все, брат, давай. Рад тебя видеть. Да, давай. Очень... Очень много запросов. Вот. Хотел бы поговорить, конечно, о Мире Мураду, но, Амир, я тебе добавить не могу. У тебя этот... Необновленный... Мне также многие пишут, типа, про конфликты Амира Мурадова и Перса. Ребят, никакого конфликта нету. Все пишут, задают вопрос Персу. Я такие вопросы задавать не буду, потому что понимаю то, что Амир Мурадов, это друг, по сути, это не как организатор боев, а как друг Перса. И который помогает ему так же и Перс, да, его команде. Такие непонятки всегда бывают, и не нужно это выносить, знаете, на публику. Так что, в плане этого, такие вопросы я задавать как бы не буду. Вот. Такая вот история. Что, можно завершать эфир? Давайте пару людей добавим, узнаем мнение. Любого добавим. Амир, я знаю, что у тебя нету конфликта, я про этот момент не хотел сказать. Просто мне очень многие задают вопрос, задают вопрос Амиру Мураду, то есть Персу. А я всегда говорю, что нету конфликта, ребят, это как бы недопонимание, все. Асаламу алейкум. Асаламу алейкум. Брат, тебя не видно. Сейчас, сейчас, секунду, я сейчас футболку одену. А, надевай, надевай обязательно, брат. Асаламу алейкум, брат. Асаламу алейкум асалам. Брат, ты откуда? С Таджикистана? Нет, нет, с Казахстана, брат. А, ты из Казахстана, да, брат? Да, да. Смотри, брат, видишь эту всю историю, всю эту картину? Как ты думаешь, состоится ли бой Мари Прайя против Перси, за кого ты вообще болеешь? Я вообще-то представляю интересы Амир Хана, Чингис Хана, который бросал хазбиковый вызов. Ага. Казахстана, мы же отмечаем вас постоянно. Брат, я тебе так скажу, брат, насчет хазбика, брат, хазбик намного сильнее, чем ваш пацан. У вашего пацана только 10 лет, брат, он слишком маленький для хазбика. Я тебе так скажу, хотя хазбик выглядит таким маленьким, он очень сильный для этого веса. И я думаю, что особого смысла нету, понимаешь? Да, да, да. Теперь смотри, братан, вторая сторона. Наша цель, чтобы не драться и их пускать, чтобы поддержать родителей. Брат, у тебя интернет зависает, брат. Теперь как, нормально? Брат, у тебя интернет зависает. А ну-ка зайди и выйди, брат. То есть выйди и зайди, чтобы... Ага. Эй, ребят, насчет хазбика и дурозика, да? Я понимаю, что ждать это как бы долго, но не все так легко. Времени нужно, на все время нужно. Так что ждите, все я сделаю. Я ради вас все сделаю. Любой контент сделаем так. Терпение, все будет. Добавь хазбика. Хазбика нету, брат, как я его добавлю? Он спит. Ээээ... Нету его тут.